Здравствуйте! В эфире новости Кыргызстана. Наша информационная служба и я, Алтына Атаканова, расскажем о главных событиях дня. Газпром идет в Кыргызстан. Российский газовый монополист готов инвестировать миллионы долларов в местную топливную инфраструктуру. Показали, но не наказали. Энергетики проверить по нарушениям энергопотребления злоумышленников не нашли или не хотели искать. Кто в образовании главный? Из-за неразберехи между Министерством и Столичным управлением образования неизвестно, как даже каникулы. Российский газпром согласился за один доллар купить Кыргызстан, но также согласился взять на себя все его предыдущие долговые обязательства, а их около 30 миллионов долларов. Но более того, Газпром обязуется не только оплатить долги своей покупки, но и вложить в свое приобретение немалый капитал. Так, по словам гендиректора Кыргызгаза, который вернулся недавно из Москвы, российская компания в течение от 3 до 5 лет готова инвестировать в газовое хозяйство республики более 600 миллионов долларов, а именно на модернизацию всех систем газоснабжения в республике. Более того, также направить еще 100 миллионов на георазведку газа на юге Кыргызстана. Ну а пока официально Кыргызгаз не стал собственностью российского энергогиганта, Газпром готов оказать содействие на заключение контракта на поставку того же казахского или узбекского газа в Кыргызстан сроком на 3 месяца. Именно столько времени, по словам Кулмурзаева, потребуется Газпрому для покупки Кыргызгаза. Тем временем 31 декабря истекает срок действующего контракта на поставку казахского газа. О новом контракте стороны еще даже не разговаривали, потому как и Казахстан, и Узбекистан еще не определился с экспортной ценой своего газа для Кыргызстана. Поэтому, как говорят в Кыргызгазе, никто сейчас в Кыргызстане не даст гарантию, что газ, к примеру, для потребителей будет продолжать поступать 1 января нового года. Кстати, Газпром хочет все 100% акций Кыргызгаза, а не 75%, как предлагалось к кыргызской стороной ранее. Пакет акций Кыргызгаза уже даже срок поставили при встрече нашего президента Алма Шаршинича Атамбаева с Миллером, председателем правиления Газпрома Алексеем Борисовичем. Вчера был поставлен точка. До 1 апреля вопрос приватизации Кыргызгаза будет завершен. Премьер приказал, министерство выполнило. Министерство энергетики Кыргызстана начало отключать абонентов, которые не соблюдают требования распредкомпании. Как проходят проверки и есть ли от них результат, решили показать журналистам представители Министерства энергетики. В часы нагрузок, то есть утром и вечером сауны, бани, кафе и другие крупные объекты обязаны отапливать помещения альтернативными источниками энергии. Министерство энергетики Кыргызстана пригласило журналистов проехаться по городу и посмотреть, кто из предпринимателей, несмотря на договоренности, превышает потребление электроэнергии. Однако сначала пишущие и снимающие братья показали, как устраняют повреждения кабельной линии и как сложно работать энергетиком в зимнее время. Но возникает вопрос, кто в этом виноват? Опять горожане или же все-таки Минэнерго, которые вовремя не подготовились к зиме? Сразу стало понятно, для чего вообще пригласили представителей СМИ на так называемый рейд. Глава правительства поручил Минэнерго проверить кафе, рестораны, сауны и автомойки, каким образом они отапливают помещения. И вот уже как принято, чтобы показать или создать видимость работы, позвали журналистов. Было дано поручение премьер-министрам республики в связи с сложившейся обстановкой ввести ограничения и осуществить проверки использования электрической энергии на цель отопления горячего водоснабжения, в первую очередь частных саунах, банях, кроме общественных, и увеселительных заведений. Кто составлял списки, какие увеселительные заведения проверять, неизвестно. Чиновник из Минэнерго только озвучил названия, в которые предстояло ехать проверяющей мобильной группе. Технический персонал энергокомпании и специалисты госинспекции по технической безопасности зашли в первое, не совсем приметное и мало кому известное кафе. У приглашенных журналистов сразу появились сомнения, что с предпринимателем договорились. Как и предполагалось, в этом кафе работают законопослушные предприниматели. Или просто их попросили хотя бы на время проверки соблюдать технические требования. Удивительно, но посетителей в кафе почему-то не оказалось. Кроме персонала здесь не было никого. Тогда поступило предложение зайти в недавно открывшийся ресторан с большим банкетным залом. Руководители мобильной группы согласились. Три дня, или все, три дня. А люди работают годами, или все, что на все, козла отпущения. Три дня назад открыли. На входе случайно встретили депутата парламента Кыргызстана, возглавляющего комитет по топливно-энергетическому комплексу Кожабека Рыспаева. Он считает, что подобные проверки не дадут результата. Это неэффективно. Ничего не даст, ребята. Это неправильно. Вот так, например, ходить по кафе, проверять, что такое эффективно и неэффективно. Каждый дом же не заходит. Правильно? Люди, например, электроэнергии, некоторые техслой тоже не получают. Они козлы там применяют и так далее, другие. Поэтому не выдерживают подстанцию. Сгорает, взрывается. Завершающей точкой проверки стала частная сауна. Но опять же, проверяющие органы почему-то выбрали ее сами. Естественно, в момент приезда отдыхающих в ней не оказалось. Дверь открыла дочка хозяйки, которая без особых проблем разрешила посмотреть, чем отапливают сауну. В котле горел уголь. Вопросов у инспекторов к владельцам не было. По словам представителей Минэнерго, подобные рейды проходят ежедневно. И причем есть результат. Однако в этот день злостных нарушителей так и не нашлось. Зато теперь премьер-министр увидит, что энергетики пытаются выполнить его поручение. Другое дело, насколько качественно. Ренад Шамсудинов, Бакыт Кашалиев, Пешкет, Кыргызстан. Мы пишем правду, а властям это не нравится. Около 15 кыргызкоязычных газет в республике решили вместе противодействовать некому давлению, которое, по их словам, оказывает власть. А еще вместе противодействовать многим другим оппонентам, которые считают, что кыргызкоязычная пресса распространяет лишь так называемые сплетни. Подобная критика в адрес изданий, печатающих свои материалы на госязыке, в стране в последнее время звучит очень часто. Об этом намекнул даже президент Алмазбек Атамбаев во время поздравления представителей СМИ в день их профессионального праздника. Глава государства тогда отметил, уровень журналистов упал. Кыргызкоязычная пресса считает, что это не так. Наш уровень, по ее мнению, ровно таков, каков сейчас уровень общества. Кстати, кыргызкоязычные газеты учредили некий диплом в номинации «Человек года». Им, на их взгляд, стал оппозиционный политик, депутат которого сейчас обвиняют в попытке насильственного захвата власти, Садыр Джапаров. То, что мы сегодня пишем, они сейчас пытаются просто сказать, что это все ушаки. Но, извините, в настоящий момент состояние кыргызской экономики, состояние нашего народа, в каком плачевом состоянии находится, если мы это пишем, это правда, это факт. Это никакой ушака здесь нет. Бишкекские дети и их родители не могут понять, когда все-таки начинаются новогодние каникулы. Министерство образования распространило официальную информацию, что с 24 декабря. Однако, во многих школах учителя и директора говорят другое. Столичным ученикам называют дату 28 декабря. В недоумении от этого прибывают не только родители учеников, но и само Министерство образования. Ведомство при издании приказа о более раннем уходе школ и детсадов на новогодние каникулы руководствовалось высоким процентом заболеваемости среди детей, а также аномально низкой температурой, установившейся в стране. Отметим, что в связи с этим в столице то и дело отключается электричество. Мерзнут не только школы, но весь Бишкек. Впрочем, видимо, для муниципального управления образования это обстоятельство малоубедительно. Оно продолжает настаивать на дате 28 декабря. Надо сказать, что сейчас школа Бишкека финансируется из бюджета мэрии. Именно с этим специалисты связывают неподчинение средних и дошкольных учебных заведений Бишкека Министерству образования. Министерство обещает исправить ситуацию уже к началу следующего учебного года. Тогда ведомство возьмет на себя всю финансовую часть школьных и дошкольных заведений. Пока же чиновники Министерства вынуждены обращаться к населению с таким призывом. Всем родителям необходимо обратить внимание на то, что Министерство образования это вышестоящий орган. И все образовательные организации, они находятся в нашем подчинении и должны смотреть на те решения, которые мы принимаем. И принимаем мы эти решения исключительно в отношении прав ребенка. То есть мы думаем только об этом. И мы несем ответственность за жизнь и здоровье детей. Уникальная выставка фиалок проходит в одном из торговых центров города под патронажем столичного муниципалитета. Любимый цветок Ивана Тургенева и Жозефина Багарне – фиалка, благодаря чудному, ни с чем не сравнимому по своей нежности запаху и приятному сочетанию окраски, с незапамятных времен завоевала огромную любовь к человечеству. Родина этого растения у Замбарских горы, находящиеся на границе Кении и Танзании, в Восточной Африке. Красочные цветки появляются на растению круглый год. Именно поэтому фиалка считается идеальным комнатным растением. При правильном уходе оно может расти в доме в течение многих лет. Существует около 500 его разновидностей, часть из которых представлена на данной выставке. Градоначальник лично посетил ее и рассказал, что в суетное время люди не всегда находят время для созерцания, забывая о том, что спокойствие в дом несут комнатные цветы. Например, фиалки. Я считаю, необычайная ярмарка или выставка именно цветов комнатных. Мы все как-то в суете, не обращаем внимания на то, что оказывается нужно разводить комнатных цветов. Так рекомендуют даже психологи. Когда дома имеются домашние комнатные цветы, то, естественно, человек как-то успокаивается и, наверное, это придает какой-то особый импульс. Такова информационная картина дня. Спасибо за внимание и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова